Друзья, рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня предлагаю поговорить на одну очень интересную тему, на тему голодания по просьбе моих подписчиков. И мне есть чем с вами поделиться. Я более пяти лет занимаюсь уже лечебным голоданием. Я хочу вам рассказать в этом видео, как это делать правильно, как не навредить себе. И, например, ответить на такие вопросы, а можно ли похудеть, используя голодание? Что, в общем-то, говорят, для чего нужно вообще голодание, что оно дает, как можно оздоровиться с помощью голодания. Или, может быть, нельзя. Я вам расскажу свое мнение в перемешку с научным мнением и той теорией, которой я придерживаюсь, и мое собственное наблюдение за своим организмом. Если вам эта тема интересна, тогда вперед. Погнали! Чтобы раскрыть эту тему, конечно, невозможно не упомянуть о Йосинория Суми. Если вы не знаете, кто это такой, то это ученый, который в 2016 году сделал открытие в области медицины и физиологии. Он занимался исследованием в области автофагии и открыл одну из сторон автофагии. То есть, что такое автофагия? Это когда организм занимается... Это клеточный механизм, при котором организм регулирует численность клеток в организме. И это в нашем организме происходит постоянно. Но что он открыл? Он открыл, что при голодании, при суточном голодании, из-за того, что организму не хватает питательных веществ, он начинает использовать свои собственные клетки для внутренних потребностей. То есть, он из них получает белки, он из них получает энергию. Но, собственно говоря, при голодании это ресурс, с помощью которого он выживает. То есть, это способность поддерживать жизнедеятельность с помощью автофагии, с помощью распада других клеток, пользы... Распада одних клеток, пользы других клеток. В основном, в ход идут в этой теории, в основном идут в ход клетки, которые или поврежденные, или которые не способны, в принципе, нормальной жизнедеятельности. Ну, например, если вы переболели чем-то, то, скорее всего, вирус, когда попал в ваш организм, иммунная система так работает. Он повредил некие клетки, в которых он был. И, в принципе, это очень сложный механизм. Очень много ученых этим занимались, этими теориями. Очень много интересных открытий. Это тема не этого видео. Но, когда клетка повреждается, она или сама уничтожается, или вот ее, например, в определенных условиях, вот как голод, да, организм сам пожирает эти клетки, плохие клетки. Плохие, поврежденные, нежизнеспособные клетки. Или просто плохие клетки. И это круто. В чем интерес? Из-за того, что мы, современный человек, постоянно имеет очень хороший доступ к пище, мы привыкли, что мы едим по расписанию. У нас завтрак, обед, ужин, да, то есть у нас все четко расписано. И это очень круто. Если у вас расписано максимально четко в питании ваш рацион, то есть вы едите в одно и то же время. Это хорошо. Организм ждет поступления определенных питательных веществ. Не нужно вам об этом рассказать, чтобы вы понимали в целом картину, что происходит в организме во время голодания. Организм ждет, что он получит определенные питательные вещества. И вы, если питаетесь вовремя, то ему это нравится. Организму нравится получать вовремя все, что ему нужно для жизнедеятельности. Он на это рассчитывает. Но вы должны понимать, что если вы постоянно по такому графику питаетесь, то мы немножко нарушаем наши биологические законы, которые были заложены природой. О каких законах я говорю? Раньше, когда наши предки, допустим, жили, и сейчас в некоторых частях нашей планеты у людей нет такого доступа к питательным веществам. То есть они не могут, как мы, легко питаться постоянно, без перебоев. Иногда у них возникают периоды естественного голодания. То есть, например, он может не есть, например, человек полдня или сутки тоже самое не есть, потому что просто пищи нет. Ее нужно, если, допустим, наши предки совсем уже говорят о дальних предках, нужно было пищу добыть сначала. Нужно было, не знаю, завалить какое-то животное. Для этого тратилась энергия. То есть он, скорее всего, на голодный желудок, подумайте, как это было, на голодный желудок, он куда-то бежал, куда-то пытался добыть животное, убить его. Потом его еще нужно приготовить, потратить еще энергию. И все это, в принципе, было без особых запасов еды, потому что хранить еду сложно. То есть максимум какие-то перекусы. То есть были такие, скажем, периоды естественного голодания. Но это чуть-чуть не то. Но это очень полезно. У нас периоды естественного голодания у современного человека это примерно 8-10 часов, смотря кто сколько спит, в ночное время. То есть ночью, когда ты спишь, когда ты ничего не ешь, то есть ночью ты, я надеюсь, не перекусываешь, не встаешь в холодильничку, не бежишь, чтобы что-то сточить. Это у тебя есть периоды естественного голодания, в процессе которого организм, в принципе, пытается вот эти процессы включить автофагии. То есть в ночное время организм, мы каждый день голодаем, каждый день, когда спим. И организм в это время как раз таки и занимается утилизацией вот таких клеток, которые организму уже не нужны, которых нужно избавляться. То есть он получает из этого энергию, да? Смотрите, что происходит. Ночью, если вы нормально, хорошо спите, если вы не нарушили свой сон по каким-то причинам, ночью восстанавливается очень много систем в организме. Происходят очень важные процессы. И процессы автофагии. Также восстанавливается иммунитет, восстанавливается гормональная система. То есть очень много систем, которые восстанавливаются именно ночью. То есть вы постоянно используете и так процесс голодания. Это, по сути, и есть ваше оздоровление. Хороший сон – это оздоровление. Но теперь смотрите, какая возникает ситуация. Если вы, допустим, ведете не очень здоровый образ жизни, если, допустим, вы мало двигаетесь, если вы употребляете вредную пищу, если вы едите много пищи, которая жирная, например, много вредных жиров, то есть вы просто ведете не очень хороший образ жизни, вы там употребляете спиртное много, вы просто еще нервничаете, я не знаю, то есть нездоровый образ жизни ведете. Из-за этого организм ваш, скорее всего, будет занят в ночное время Будет занят тем, что он будет заниматься вот этими проблемами, которые вы сами себе создали днем Ему нужно будет наладить вот эти процессы, которые вы разрушили, допустим, организм И он будет пытаться скорее наладить эти процессы То есть это как на работе, когда у тебя есть постоянно много текущей работы Но ты забываешь о каких-то целях глобальных, которые у тебя там стоят на год И ты к ним возвращаешься только когда появляется пуча свободного времени Вот Для организма вот это свободное время и есть вот это голодание Иногда ночного времени не хватает организму, чтобы наладить все процессы И если, допустим, в организме накопилось очень много клеток, которые с работы с боем Допустим, ну, допустим, даже просто вы ударили там, ногу ударили Если вы ударили ногу, вы, скорее всего, повредили клетки, которые были близко к поверхности кожи, от кожи Возможно, какие-то мышечные клетки вы повредили Вот эти клетки организм может не успевать за ночь переработать Использовать их на свои нужды То есть организм способен получать белки Это сейчас очень интересную информацию вам даю Способен получать белки из собственных ненужных клеток То есть он даже может расщеплять ненужные белки, которые в организме находятся И использовать их по-новому Понимаете, о чем я говорю? Это очень крутой механизм, это просто невероятно крутой механизм Что человек на это вообще способен И тогда, когда организму не хватает этого свободного времени в ночное время Он не успевает этим заниматься И эти клетки со сбоями в нашем организме могут накапливаться То есть, по сути, вот, например, раковые клетки Это тоже клетки, которые по каким-то причинам у них произошел сбой И они начали размножаться активно То есть это клетки, которые получили сбой С помощью этой теории, с помощью этого открытия Этот ученый показал миру, что этот механизм работает И что организм может эти клетки использовать повторно Плохие клетки И чтобы у него на этом появилось время Вам нужно больше времени, чем ночь Возможно, вам понадобится еще, допустим, сутки Еженедельно Еженедельно добавлять одни сутки в свою жизнь Чтобы вы будете голодать То есть одни сутки вы, допустим, ничего не едите Важно, ничего не едите Я позже расскажу, как это делать Как это правильно делать В это время, в это суточное голодание Или 13-часовое голодание Или 15-часовое голодание То есть около суток Организм начинает использовать Латать вот эти дыры, которые у него возникли Перерабатывать вот эти вот клетки Старые, ненужные Он их перерабатывает и использует повторно Тем самым вы оздоравливаетесь И это очень крутой способ оздоровления Вот такие короткие голодания За которые он, на секундочку, получил Нобелевскую премию Это около 900 тысяч фунтов Где-то так, по-моему, Нобелевская премия И, кстати, это один из, по-моему, ученых в мире даже Который вообще получил единолично эту премию Потому что обычно, когда делаются открытия Участвует несколько людей, несколько ученых И эти деньги приходится делить на всех Но он это открытие сделал сам Он этим занимался больше 20 лет Только буквально в 2016 году Это только он получил премию за это Вот после этого начали шумно об этом говорить Я же использую способ лечебного голодания Уже больше 5 лет Ну, наверное, около 5 лет То есть об этом информация была в какой-то мере доступна Но не была так подтверждена еще вот учеными Нобелевская премия получила только в 2016 году В принципе, люди и раньше практиковали И понимали, для чего это делается Теперь смотрите Важные моменты Организм Очень хорошо, если организм начинает перерабатывать свои клетки Плохие, да Но если этот процесс усугубить То есть если вы начнете употреблять слишком много Если организм начнет переваривать слишком много своих клеток Ну то есть он выживает Когда вы, например, голодаете больше 2-3 суток то ваш организм начинает перерабатывать в собственной клетке слишком много. И это получается, что он сжирает самого себя, а это совсем нехорошо, это вообще не прикольно. В этом состоянии вы можете навредить очень серьезно своему организму. Чтобы вы понимали, это может привести, в принципе, к смерти. Если вы будете слишком сильно долго голодать и неправильно в него войдете в голодание, неправильно выйдете, это тоже может привести к проблемам. Но если вы, допустим, израсходовали слишком много ресурсов, организм может впасть в кому, когда не хватает сахара в крови, глиполитическая кома. Если организм впадет в состояние комы из-за того, что сахар так сильно упал, то это может быть просто концом. На самом деле вывести с этой комы очень сложно. И вы должны понимать, что использовать такие радикальные приемы нужно под контролем, 100% под контролем врачей. То есть это не то, что нужно делать самому самостоятельно. Если вы голодаете 13 часов, допустим, голодаете 17 часов в сутки, даже 2-3 суток, то это можно делать самому. Но все равно нужно определять определенные правила, я о них сейчас расскажу. Если вы голодаете дольше, то только под присмотром врачей, только в специальных учреждениях, которые будут за вами наблюдать люди, вы должны понимать, зачем вы это делаете. Ваши показатели должны контролировать, у вас не должно быть побочных каких-то эффектов после этого всего, у вас не должно быть противопоказаний к этому. Есть множество болезней, при которых недопустимо вообще голодание, вам нельзя голодать. Вот вдруг у вас, например, проблемы с кишечником, вдруг у вас проблемы со слизистой желудка, то есть люди, которые склонны к язвам желудка. Все это категоричное противопоказание к тому, чтобы начинать голодать. Ваша язва не излечится от голодания. Скорее всего, он станет гораздо хуже. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому есть четкие противопоказания для этого. И делать это нужно только под присмотром врачей. Такие длительные голодания. Просто голодать, например, 20-30 дней, это невероятный стресс для организма. Организм привык получать постоянные питательные вещества. И не нужно делать такие испытания для него. Это реально очень опасно. Поэтому я вам предлагаю, ребятушки, использовать короткие голодания. Вот человек получил Нобелевскую премию не просто так. Он доказал, что именно суточное голодание необходимо, чтобы было. То есть суточное, но я хочу поправить, что это может быть и двое суток. То есть это двое-трое суток в среднем сутки, лучше сутки. Лично я использую часов в 13, 15, 17 часов. То есть это даже не сутки. Что я делаю? Я просто вечером, перед сном поел последний раз. Там, допустим, в 9 часов я поел вечера. И нормально поел я. В таких коротких голоданиях мне нужно соблюдать какую-то суперопределенную диету. Но стараюсь слишком много мяса не есть перед этим, перед голоданием. То есть, если, допустим, длительное голодание, есть правило, как заходить, какую пищу есть до голодания, какую после. Если вы неправильно выйдете из длительного голодания, то вы можете просто-напросто не запустить свой желудок. Бывали случаи, когда люди, которые голодали очень длительно, допустим, десятки дней, 20 дней, 30 дней, после такого голодания не смогли выйти, не смогли запустить свой кишечник и умирали. Потому что кишечник не смог, желудок запустится. Он очень сильно меняется процессы, которые происходят в организме. И он просто не смог запуститься, понимаете? Поэтому, чтобы заходить в длительное голодание и выходить из длительного голодания, нужно соблюдать важную последовательность действий. И нужно постоянно контролировать свои показатели сахара в крови и множество других показателей. Поэтому возвращаемся опять к коротким голоданиям. Вечером часов 9, допустим, я в последний раз поел. Следующий день я просыпаюсь, я ничего не ем, вообще ничего. Я пью воду, я всегда использую голодание с помощью воды. Никогда сухие не делаю, потому что есть два типа голодания – сухие и на воде. Ну, сухие, серьезно, это просто издевательство на своем организме, это просто трындец вообще. В чем смысл? На сухих голоданиях организм быстрее достигает такого состояния, когда он начинает, как говорят, голодающий, использовать свои собственные шлаки для питания. То есть он очень активно начинает избавляться от шлаков, организм начинает переходить на внутреннее питание, когда собственными клетками питается, и меняется даже цвет мочи. То есть на сухих голоданиях это все происходит быстрее, то есть организм просто быстрее входит в это стрессовое состояние. Я хочу сказать, что я сторонник мнения, что вот это все выделение из мочи, которое от света мочи стем темнеет, они начинают вонять ацетоном, эти люди. Моча начинает вонять ацетоном. Это все состояние, я считаю, вызванное самим голоданием. Я считаю, что это не потому, что вы какие-то шлаки начинаете выводить из организма. Я считаю, что просто в момент, и наука это подтверждает, если вы лучше узнаете, как это работает, что в момент голодания, когда организм начинает переходить на вот эти резервные способы питания клеток, он начинает использовать свои клетки, и в процессе этого образуется много отходов ненужных. То есть организм становится более кислой средой. Я хочу сказать, когда организм становится уже более кислой средой, не щелочной, я сейчас про кислотно-щелочной баланс, мы к этому еще вернемся. Если организм переходит на кислотное состояние, повышается кислотность, это уже говорит, что в организме не все хорошо, то есть это плохо. Вот в таком состоянии это просто побочка голодания. И в момент этого голодания выводится именно то, что и образовалось в самом голодании, в процессе голодания. Я не верю в теорию, что в организме накоплено какое-то невероятное количество шлаков. Кстати, перед голоданием всегда рекомендуется делать клизмы. Перед длительными, перед суточными дел можете не делать. Просто более-менее легко питаетесь перед даже короткими голоданиями, не сильно тяжелой пищей. А вообще рекомендованная клизма, то есть все как в медицинских учреждениях должно происходить. Понимаете? И я не верю в идею шлаков, что в организм настолько глупый, что он просто берет и в процессе своей жизнедеятельности накапливает какие-то шлаки в организме внутри, чтобы потом избавляться только в процессе голодания. Во-первых, где? Где он держит эти шлаки? Ну реально, где? Кишечники? Если вы просто поищите в интернете видео, когда людей снимали с зондом кишечники, то есть вот эти видеокамеры, когда зонд запускается в кишечник и смотрят, что там, в общем-то говоря, через задницу, там обычно удивительная чистота, просто чуть ли не стерильная. То есть если вы думаете, что кишки изнутри они слишком грязные какие-то, невероятно там ужас какой-то, нет, не всегда. Практически всегда, наоборот, там идеальная какая-то чистота. Это поражает, насколько организм может все полностью зарасходовать, то, что ему нужно. То, что он не перерабатывает, он выводит это, и вы у кого утром, у кого когда, вы сами знаете, в каком виде это выходит. Теперь еще одна выделительная система. Вы входите в туалет по-маленькому, вы все это просто с мочой это выходит. Потом вы это выходит с потом, когда вы просто потеете в тренажерном зале. Когда вы там, не знаю, в бане, например, все ненужные вещи организма выходят с помощью выделительной системы. Это очень крутая система, и она работает как часики, выделительная система. Поэтому я не верю в теорию, что в организме куча шлаков находится. Обычно это выходят не шлаки, а просто какие-то продукты, которые образовались в процессе самого голодания. И я сторонник именно этого. Так вот, вернемся к моему суточному голоданию. Вы извините, что прыгаю туда-сюда, но потому что очень много интересного хочется рассказать. И я не по листику рассказываю, я рассказываю то, что реально знаю, то, что реально проверил, через себя пропустил. Например, я ем 3 часа дня первый раз после того, как я поел в 9 часов. То есть получается, что я не ел 12 плюс 6, я не ел 18 часов. Вот идет 18-часовое голодание. Всю ночь плюс следующий день. Очень важно, что вы не должны съесть даже орешка никакого, ни одной семечки. Вы не должны съесть никакого кусочка еды, только вода. Объясняю почему. Если, допустим, вы заблудились где-нибудь в лесу. Да, вот я сейчас в лесу гуляю, надеюсь, я не заблудусь здесь. Если вы попали в ситуацию, когда у вас реально нет доступа к пище, то если вы, скажем так, хотите выжить, да, если вы хотите выжить в этой ситуации, то вам лучше, если вы не уверены, что вы будете добывать нормальное количество пищи в этих условиях, то вам лучше вообще не есть никакой еды. Потому что если вы будете перекусывать, например, один раз в день или там два раза в день, если вы будете так делать, то вы не запустите те механизмы, которые работают, когда человек голодает. В процессе голодания организм, в принципе, способен жить 20 дней, 30 дней. То есть это были зафиксированы случаи и больше 30 дней голодания, организм выживал и восстанавливался потом. Но нельзя есть вообще никакой еды, не должно быть никаких перекусов. Как только вы, например, сутки голодали, хоть семечку вы закинули в себя, то вы должны уже отчитывать с этого момента голодание. Это уже не будет, предыдущие сутки уже не будут работать. Поэтому никаких перекусов. Голодание – это отсутствие, полное отсутствие пищи, только вода. Теперь, ребятки, какую воду я использую на голодании? Я использую щелочную воду, потому что я хочу понизить щелочность в организме. Я хочу сделать сдвиг в сторону щелочной среды. То есть я сейчас говорю о кислотно-щелочном балансе, это очень сложная тема, в ней нужно разбираться, я в ней разбирался очень долго. Мне просто это очень интересная тема, просто мне нравится заниматься этим, мое хобби исследования такое проводить. Я хочу сдвинуть в сторону щелочного баланса, щелочной среды в организме, чтобы организм в этой среде, организм лучше восстанавливается и больше идет процесс выздоровления, идет повышение иммунитета. И вообще многие системы в организме налаживают свою работу тоже. То есть это все способствует тому, что вы еще лучше выздоровеетесь и быстрее. Что такое щелочная вода? Щелочная вода это по сути просто сода в воде, то есть гидрокарбонат натрия. Если в воде находится гидрокарбонат натрия, вам подходит такая вода. Вы можете купить минеральную воду лечебную, которая естественным путем внутри которой содержится гидрокарбонат натрия. И не надо делать воду самому, растворять соду, потому что соду нужно растворять уметь правильно. Если затронул эту тему, то если вы хотите сделать сами эту воду, то соду нужно заливать кипятком, нужно ее гасить. Только после этого такую воду можно считать щелочной. Не просто добавить соду в воду, а погасить ее кипятком. Она должна зашипеть. Вы можете сделать такую воду сами и можете использовать ее. Я предлагаю вам просто покупать нормальную лечебную воду, которая вы уверены, что это хорошая вода. Я не реклама, я использую боржоми. Это вода, которая добывается на глубине что-то больше километра. То есть это действительно очень полезная вода. И в ней природный уровень щелочи. Сода это щелочь, в боржоми тоже гидрокарбонат натрия. Вот это щелочная среда. Организм очень круто повышает иммунитет на этой водичке. Я использую где-то, допустим, полтора литра, литр двадцать пять, литр воды, вот такой я выпиваю в процессе этого голодания. То есть я пью воду, я не делаю сухие голодания. Все, что я использую, это только вода. Вот как использую я и как я рекомендую вам. Хотите, можете голодать чуть дольше. Как хотите. Теперь по поводу голодания и по поводу похудения. Смотрите, в процессе голодания организм, в первую очередь, организм расходует не жировую ткань. Организм, если реально заставить его слишком долго голодать, в первую очередь, скорее всего, будет использовать ваши белки. То есть, если вы, допустим, голодаете, в каком-то вам, допустим, уже там, такой почетный возраст, вам там больше шестидесяти, и если вы начнете израсходовать свою мышечную ткань, то это может привести к очень серьезным побочкам вообще со здоровьем. Иногда это необратимые побочки. Так вот, в процессе голодания в основном ранец сжигает белки. И это только после того, когда он расходует свои собственные ресурсы гликогена. А гликоген запасается у нас в печени. То есть, понимаете, как все сложно на самом деле. Это непростая тема. И нельзя просто взять и начать голодать. Очень много аспектов, которые нужно понимать, как это работает. Когда организм исчерпал запасы гликогена в печени и в мышцах, потому что гликоген запасается и в печени, и в мышцах, то он перейдет на тот тип питания, когда он использует собственные белки. Так же самое собственные клетки – это все и есть собственные белки. То есть, вот это как раз процесс автофагии происходит. Пожирание самого себя, пожирание собственных тканей. И это белковые структуры. Вам не нужно голодать долго, потому что вы потеряете свои мышцы нафиг полностью вообще. То есть, если вы голодаете дольше суток, дольше двух суток, вы будете терять свои мышцы, скорее всего, а не жир. Более того, когда вы перестанете голодать, то организм попытается наверстать ту энергию, то есть, он поймет, что с ним может произойти такое еще раз. Он попытается это все запасти в виде жира. То есть, он запасет жир в организме внутри, потому что вот эти пробелы, которые он сжигает в процессе голодания, он скорее заполнит жиром. Это проще, потому что мышцы так просто не появятся опять обратно. Мышцы отрастут очень долго. Жир можно, за пару дней можно жир опять возобновить, понимаете? Пожиреть вообще очень быстро. То есть, если вы хотите голодать для того, чтобы похудеть, вы не похудеете, вы наберете вес, наоборот. Это защитная реакция организма, это не работает, 100% вообще не работает. Голодание рекомендовано тем, кто хочет поправиться, наоборот, тем, кто хочет набрать вес, короткие такие голодания. Потому что после голодания растет чувствительность к инсулину, растет чувствительность к питательным веществам, и мы лучше все это потом впитываем. То есть, организм пытается максимально запасти потом это все. Вот и происходит, что вы как будто набираете вес после этого. Вы не как будто, вы набираете вес. Конкретно можно таким образом вылечить свою худощавость. Есть люди, которые слишком худощавы, которые ниже нормы, на 10-15 килограмм, которые анорексией страдают. В таком случае довольно опасно вообще, в принципе, вот это состояние, когда состояние такого голода. Поэтому реально, возможно, короткие голодания помогут вам выйти из состояния вот этого излишнего худощавости. Но опять же, если вы слишком худощавы и начинаете с помощью голодания поправляться, вам тоже нужно это делать под присмотром специалиста. Потому что если у вас и так мало уже тканей, возможно, у вас мало мышечной ткани в организме, откуда вы вообще знаете, сколько у вас запасов ткани в организме и хватит ли этого на длительное голодание? Как вы это вообще определили? То есть, как можно сесть и понять, что мне хватит в моих ресурсах, моего организма на 30 дней голода? К этому нужно прийти только экспериментально, я не знаю, годами как-то пытаться находить эту середину. И скажите, как еще понять, когда этот момент закончился? Как вы поймете, что вы, допустим, 20 дней выдержите, а через 2 дня, возможно, вы просто уже умрете? Каким образом вообще это все контролировать? И я хочу сказать, что это все очень-очень серьезные вещи. Поэтому, если вы слишком худощав, вообще лучше используйте только с помощью специалистов такие голодания под присмотром. Вернемся к гликогену. Смотрите, в печени находится около 200-300 грамм гликогена. И он их израсходует примерно через полсуток, через сутки. Этих запасов гликогена в мышцах и в клетках... Запасов гликогена в мышцах и в печени будет хватать примерно вам на сутки, на полсуток. Что я вам советую делать? Дело в том, что пока вы не израсходуете из этих запасов гликогена, не будет включаться активно процесс вот этого, скажем так, омоложения, допустим, когда организм начинает сжирать собственные клетки. Я просто не стремлюсь, в принципе, к такому состоянию. Организм частично, он будет использовать этот механизм и попутно с этим всем. Но, скорее всего, пока у него достаточно гликогена, скорее всего, организм будет использовать именно гликоген для питания. То есть из гликогена организм будет добывать себе энергию. Что такое гликоген? Это глюкозы, когда попадают в организм. С ваших углеводов, которые попали в организм, они расщепляются до глюкозы. Глюкоза запасается с помощью гликогена, запасается в печени и мышечной ткани. Гликоген – это сложный углевод. И когда организму нужна энергия, быстрая, или вот в таких ситуациях, когда нет пищи, то организм начинает использовать эту энергию, расщепляя этот сложный углевод, этот гликоген, расщепляет и им питается. Я советую вам, когда вы делаете короткие голодания, нужно израсходовать как можно быстрее этот гликоген. То есть вы можете повлиять на этот процесс. Что вы можете сделать? Вы можете, например, во-первых, не сидеть на одном месте. Не нужно голодать просто сидя у монитора. Попробуйте хотя бы побольше ходить. Попробуйте проснуться и на голодный желудок поджиматься, например, от пола. Просто не надо идти в тренажерный зал, в качалку, прям качаться там. И есть и такие способы, когда человек хочет похудеть. Есть такие способы тренировки на голодный желудок. Но это нужно правильно делать. Я сейчас об этом не буду рассказывать, как это делать. То есть вы можете просто поджиматься от пола дома. Если вы, допустим, девушка, не хотите отжиматься, тогда просто можете поприседать, например. Присядьте, там три подхода по 20 приседаний сделайте, например, утром. И если хотите еще добавить отжимания, сделайте, например, еще три подхода отжиманий. Их можно делать с минутной паузой. Тоже по 20-30 отжиманий от пола. Сделайте это и, допустим, потом идите по своим делам. Попейте воды там через какое-то время. Еще я рекомендую как можно чаще принимать душ в этот день. Лучше, наверное, это все-таки делать в выходной день, чтобы у вас была возможность, допустим, доступа к душу. Потому что в процессе этого выделительная система работает максимально. И она, вы заметите, вы будете ходить чаще в туалет, пить воду и бегать в туалет. И потеть, скорее всего, будете тоже. Вот это все нужно смывать, чтобы вот эти продукты распада не задерживались у вас на коже, а выходили. Таким образом, когда вы чуть-чуть увеличите скорость израсходования вот этого гликогена, то ваше голодание быстрее станет лечебным, скажем так. То есть вы сможете реально за 17 часов, допустим, уже переключить организм на вот эти скрытые резервы, которые начинают запускать, на вот эти вот процессы автофагии. С помощью вот таких хитрых приемчиков. Ребятушки, еще рассказать о голодании и не поднять такую важную тему, как рак, было бы совершенно неправильно. Потому что немецкие ученые, немецкие биологи, которые изучали клетки, делали очень интересное открытие, которое достойно вашего внимания. Я уверен, вам это будет интересно, просто на 100% уверен. И я бы хотел рассказать об одном из них, так называемом эффекте Варбурга. Это немецкие ученые, один из, который занимался такими вопросами по поводу влияния, отсутствия питания для раковой клетки. То есть в чем смысл? Простым языком, сейчас вам все объясню. Когда раковые клетки, они так же, как и обычные клетки, нуждаются в каком-то питании. Так вот, раковая клетка, она так использует обмен на веществ внутри организма, что она начинает использовать углеводы и глюкозу. То есть углеводы распадаются на глюкозу, вот она использует эту глюкозу в 600 раз быстрее, чем обычно другие клетки. То есть она начинает невероятно быстро, ускоряет обменные процессы у себя, для своих нужд, собственно, для того, чтобы, собственно, раковые клетки росли. Именно поэтому раковые клетки так быстро развиваются. И это, конечно, очень печально. Это, на самом деле, очень большая проблема сейчас современного человека. То есть чем занимался этот ученый, какими исследованиями? Если раковая клетка недополучает нужное количество глюкозы, то, во-первых, она встает более податливо к лечению. Или она вообще может просто уничтожиться. То есть ее могут другие клетки сожрать, допустим. Она становится слабее, эта клетка. Когда раковая клетка недополучает питательные вещества, она может быть уничтожена другими клетками. И именно этого можно добиться, допустим, когда вы занимаетесь голоданием. Когда организм израсходовал запасы глюкозы, собственной глюкозы из гликогена, то в этом процессе, если у вас, допустим, были какие-то в организме задатки к тому, чтобы мог развиться рак, то, в принципе, вы таким образом делаете профилактику рака. Да, это, скорее всего, может работать. Я не могу сказать, что это 100% так, но много исследований было на эту тему проведено, и они заслуживают внимания. Вот если раковые клетки не давать им питаться, они как бы на этапе еще формирования зародыша вот этого могут уже быть или ослаблены, или вообще уничтожены. То есть это хорошая профилактика рака. Но были также случаи, когда люди пытались лечить рак голоданием, и они просто умирали. То есть есть очень сильное противопоказание, как раз-таки, наоборот, раковые заболевания, любые голодания. Это очень противоречивый вопрос. Но были исследования, которые говорят, что все-таки в процессе голодания организм способен уничтожить раковые клетки. То есть если задуматься, если в теории просто, допустим, мы примем за истину, что голод способен реально убить рак. То есть вы раковые клетки, которые почему-то стали раковыми клетками. То есть они, допустим, утяжаются с помощью голода. Вы на секундочку представьте себе, что это так. Если это получается, чтобы лечить рак, нужно ничего. Нужно просто голодать. Это вообще бесплатно. То есть вы просто начали... Вы даже зарабатываете на этом еще, потому что вы не едите еду, соответственно, вы еще экономите. Теперь представьте на секунду, если это правда. Кто даст вообще возможность таким ученым завершить свои исследования? Кто даст этим возможность разложить эту информацию по всему миру? Это же многомиллионный бизнес, когда людей лечат от рака. Это сеть клиник по всему миру. Люди борются с раком. И хочется верить, что, конечно, мир, если, допустим, найдет такой легкий способ, что он сразу же закроет все эти клиники по борьбе с раком. И, в принципе, вопрос будет закрыт. Все врачи останутся без работы, которые занимаются этим. Хочется, конечно, в такое верить, но слабо. То есть из-за этого есть какая-то недосказанность по поводу этих исследований и непонятно, их вообще, скажем так, работает это или не работает. Но такое мнение есть, и ученые, очень авторитетные ученые, этим занимались. Поэтому вы должны об этом знать, об этом эффекте Варбурга. Когда клетка недополучает, раковая клетка недополучает глюкозу, она начинает или умирать, или очень сильно слабнуть, просто не получая питания. Вот такая вот интересная информация вам еще к размышлениям. Еще один аргумент к пользу однодневных голоданий, а не больше. Если вы голодаете больше суток, у вас есть вероятность, что вы израсходуете свой гликоген, а вы его израсходуете в печени и мышцах. Если вы спортсмен, то у вас может быть гликогена в печени больше, почти в два раза, чем у человека, который не тренируется. Соответственно, у вас дольше это время будет длиться. И вам нужно или потренироваться, чтобы его израсходовать, или же просто голодать где-то сутки. Так вот, когда вы израсходуете весь гликоген, то запасы глюкозы резко упадут. И если клетки нервные не будут получать нужное количество глюкозы, то может вызвать то, что они будут начинать отмирать. Исследования показали, что во время голодания, когда нервные клетки, когда мозг недополучает глюкозы, это очень опасное состояние вообще для психики и особенно для мозга. Так вот, когда вы недополучаете глюкозу, могут возникнуть даже слуховые или зрительные галлюцинации. То есть вообще непонятно, какая психика у вас будет в процессе 20-30 дневных голоданий. Скорее всего, это вообще ненормально будет отображаться на вашей психике. И непонятно, чем это может закончиться. То есть это весомый аргумент и еще раз доказывает, что это очень сложные процессы, которые происходят в процессе голодания, и их нужно учитывать. Особенно нервные клетки, которые не восстанавливаются. То есть если нервная клетка погибает, это приводит к необратимым, скорее всего, последствиям вашей психике. Еще один аргумент в пользу коротких голоданий. Вы наверняка должны знать, что организм потребляет, постоянно должен получать определенный набор незаменимых и заменимых аминокислот. То есть всего из 20 аминокислот, из них 8, более правильно говорить, что 8, незаменимых. То есть те аминокислоты, которые организм не может получать, сам и не может их синтезировать. Теперь, скажите мне, каким образом, когда вы голодаете, организм будет получать эти незаменимые аминокислоты? То есть это получается, что вы, в любом случае, будете недополучать эти аминокислоты. И значит, что вы будете уже вредить своему организму. Это еще один аргумент в пользу того, что нужно голодать короткими промежутками. Сутки, двое, не больше. Чтобы это не стало организму чрезвычайно опасным. То есть, понимаете, голодание, это всегда вопрос о балансе между хорошим и плохим. То есть, это вопрос всегда о балансе между уже почти навредил или еще не навредил. То есть, это режим, экстренный режим у организма, в котором он вынужден, чтобы просто выжить, он должен каким-то образом получать энергию. И он начинает жирать самого себя. И его уже даже не волнует вопрос, каким вы останетесь после этого голодания. Его не волнует вопрос, допустим, может вы реально разрушите свои нервные клетки или вы что-то где-то, что-то, скажем так, какие-то нежизненно важные вещи могут быть, пойти в расход того, чтобы вы выжили. Это означает, что организм в любом случае ненормальном находится для него положение. Он вынужден выживать. Не нужно просто так, такие условия для себя создавать. И вы всегда должны понимать, зачем четко вы это делаете. Какая цель? Для чего? Зачем вы хотите голодать дольше? Ну реально, просто зачем? Ответьте себе на вопрос. Зачем вам голодать 10 дней, 15 дней, 20 дней? Для чего? Жить вечно хотите? Что вы хотите добиться? Используйте короткие голодания. Короткие суточные голодания или около того. Так, давайте подведем итоги. Ваше голодание должно быть коротким. Оно желательно, чтобы это было от 15 часов до суток. Не нужно слишком долго голодать. Только если вы понимаете, зачем, если вы хотите, допустим, чтобы организм максимально использовал эти клетки, которые в процессе автофагии, чтобы организм сжирал свои плохие клетки, вы должны понимать, зачем это. Тогда вы идете к специалистам, под присмотром врачей, вы это все делаете. Сами можете голодать длительно, если вы только очень хорошо в этом всем разбираетесь и уверены в своем организме и, не знаю, годами выходили на какой-то уровень понимания собственных возможностей. Вы используете, я вам рекомендую использовать не сухие, а влажные голодания. Хотя, кстати, было такое интересное, обычно люди считают, что человек способен выдержать около трех суток без воды. Я хочу сказать, я не буду называть с вами, или кто это сделал. Но были такие эксперименты, проведенные над ребятами, что они голодали больше трех суток без воды и они все выжили. Это, я вам хочу сказать, это было больше десяти дней голодания. Можете погуглить сами эту тему, или я вам, если не забуду, оставлю под этим видео ссылку на канал этого человека. У него тоже очень интересные методики оздоровления есть. Я думаю, вам стоит с таким ознакомиться. Так вот, подводим итоги. Используйте короткие голодания, старайтесь вести активный образ жизни в процессе этого голодания, старайтесь заниматься активными какими-то вещами, быть больше на свежем воздухе и пить достаточное количество воды, лучше щелочной воды, и тогда вы будете реально оздоравливаться, реально будете повышать свой иммунитет. И вы не будете, если вы будете использовать какие-то длительные голодания, вы не будете рисковать, например, особенно девочки, тем, что вы можете заработать целлюлит. То есть, когда организм израсходует вот эти вот клетки белковые, он заполняет простыми жирами, жирами это пространство, и он может отложить это вообще в виде целлюлита для девушек. То есть, голодание для девушки, в принципе, неправильно длительное голодание, может привести к тому, что у нее появятся целлюлиты и лишний вес вообще. поэтому вы должны соблюдать правильно диету на выходе с голодания и на входе с голодания. Что такое диета на входе в голодание и на выходе в голодание? Я сказал, до голодания вы не едите просто очень тяжелой пищи, немного жирного, немного мяса или вообще без мяса, лучше побыть пару дней. На выходе с голодания вы опять едите легкую пищу, вы едите какие-нибудь салатики и постепенно-постепенно наращиваете нагрузку на желудок, на кишечник. Даже на коротких голоданиях лучше есть потом легкую какую-то пищу. Не мясо, не жир, не сметану, не грибы, не тяжелую пищу. То есть вы должны разобраться, что такое тяжелая пища, что такое не тяжелая пища. Вот такие короткие голодания я советую проводить где-то один раз в неделю. Может один-два раза в неделю, как хотите. Я провожу один раз вообще в неделю. И это все способно реально вас очень круто оздоровить. Это очень дешевый простой способ, который реально работает. а который почему бы вам не использовать. Я считаю, это очень отличная штука. Только лучше разбирайтесь в этом с помощью этого видео. Посмотрите еще какие-то видео на эту тему. Но имейте в виду, что сейчас меня немножко настораживает, что сейчас очень много людей занимаются пропагандой этого голодания. Очень много кинулись этим заниматься. И я так предвижу, что это может привести к не очень веселым последствиям. Из-за того, что не знающие люди будут голодать и не будут знать, как это правильно делать. Голодать слишком долго, особенно подростки, когда вообще потребность питательных веществах просто невероятная. Это все может привести к реально серьезным побочкам. Я надеюсь, что это не наберет какие-то такие массовые обороты в обществе, что люди начнут массово голодать, не понимая механизмов этого голодания. То есть просто там посмотрел на ютубчике видосик, обычно пятиминутный, который ничего не понял после этого пятиминутного, тебе дали пару слов и ты после этого думаешь, что ты способен голодать. Да нет, нужно узнать этот момент получше, этот вопрос. Это не шутки с организмом, это вообще не шутки. Но если вы будете делать правильно, то реально вы можете очень круто здоровиться. Очень круто. Чего я вам и желаю. Будьте здоровы, голодайте с пользой для здоровья. Удачи! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ну вы знаете, да все. Все, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok